Сазами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца на спортплощадке Молодежного Центра Юных Сыровчан знакомит инструктор Антон Козлов. 3Б, баскетбол, бокс, брейкданс. Примерно такой была программа занятий на спортивной площадке Молодежного Центра. Сазами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца юных сыровчан знакомит инструктор Антон Козлов. По традиции, каждая встреча начинается с разминки. Антон подсказывает ребятам, как подготовить себя к разным нагрузкам. Я провожу разминку, показываю какие-то базовые упражнения, например, если в турнике это подтягивание, подъем ног, какие-то отжимания, брейкдансы, какие-то пару не суперсложных движений, потому что суперсложные движения у нас учатся на тренировке. Здесь все-таки больше инструктаж. То есть показываю легкие движения, они сами выполняют. Важно не путать инструктаж с обычной тренировкой, отмечает Антон. Такой формат занятий отличается в первую очередь свободой. Ребенок сам выбирает, чем хочет сегодня заняться и в любое время может сменить вид спорта или просто пойти домой. Энергии драйва добавляет музыка. Каждая встреча получается особенной, поскольку ребята сами составляют себе план занятий. Многие приходят на площадку с родителями. Инструктор работает здесь каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье с 18 до 21 часа. Я бы хотел пригласить всех желающих. Без различия какой возраст, какая подготовка у вас, приходите, будем тренироваться. Но помните, что здесь я веду инструктаж. Инструктаж это все-таки больше такая самостоятельная работа, но я вам помогу, все подскажу, объясню, поэтому приходите, жду. Городские соревнования по теннису прошли в молодежном центре. Турниры прошли в три дня. В состязаниях приняли участие порядка 30 спортсменов в трех возрастных группах в одиночном и парном разрядах. За три года занятий теннисом Руслан Ильгузин выполнил третий взрослый спортивный разряд. По словам юноши, теннис – сложный и интересный вид спорта, в котором всегда есть место для совершенствования техники и красоты элементов. Юный теннисист – неоднократный победитель и призер городских соревнований. В этом году Руслан стал двукратным золотым медалистом в одиночном и смешанном парном разряде. Прошли для меня эти соревнования очень тяжело. Я очень старался занять первое место, но в итоге у меня получилось добиться своей цели. Я выиграл в этих соревнованиях и занял первое место. Были очень хорошие соперники. У них также были свои тактики, которыми они могли обыгрывать, но обходить их тактики все равно получалось. Были выходы из таких ситуаций. Традиционные ежегодные городские соревнования по теннису в молодежном центре проходили в три дня. В состязаниях приняли участие порядка 30 спортсменов в трех возрастных группах в одиночном и парном разрядах. Самые маленькие воспитанники секции тенниса впервые испытали себя на корте на серьезном турнире. Тут соревнования. То, что тут можно показать, чему ты научился. У меня стало получаться. И тут очень хороший тренер. А какое тебе соревнование в соревновании? В третьем. Соперники были довольно-таки сильные. Ну и мы, возможно, решили, как можно их победить. А что было сложного в соревнованиях? В соревнованиях было сложного, когда соперник пытался обхитрить, либо пытался сделать какой-нибудь очень мощный прием. Сложно достаточно. Ну, я умею играть. Просто достаточно. Ну, еще и легко было как-то. И сложно, и легко. А что было сложно? То, что они сильно так подают. Сложно было отмывать. Воспитанники секции тенниса молодежного центра всегда очень серьезно настраиваются на эти соревнования. По словам тренера, у детей можно увидеть разный спектр эмоций. И даже при отчаянии от поражения, юные спортсмены все-таки выходят на корт и забирают призовые места. Они вот к этим соревнованиям готовятся прям вообще очень добросовестно. У нас недели две было подготовлено. Когда мы им сказали, они прям на тренировки ходили каждый день. Победители и призеры соревнований вошли в состав общей сборной по теннису. Продолжаются игры первенства Нижегородской области по футболу. Молодежная лига среди игроков 2004-2006 годов рождения. На своем поле команда «Икара» приняла соперника из Семенова. Напряженная игра «Первый тайм» знатно пощекотал нервы борящикам. На поле команды «Икар» 2004-2006 принимает гостей команду «Вымпел» Семеновской спортивной школы «Олимп». Отдавать друг другу преимущество футболисты не спешили. Открыл счет «Икар», но «Вымпел» тут же забил ответный гол в ворота противника. До конца тайма нашим ребятам удалось отыграться и уйти на перерыв с лидирующим счетом 2-1. Возможно, сказалась поддержка трибун, кричалки, звонки, аплодисменты и даже советы. Болельщики всеми силами старались подбодрить футболистов. Болеют все активно, все поддерживают, все переживают, особенно когда мяч находится в вороте. И что пожелаете нашим футболистам? Как всегда, спортсменам победы. Хорошо, лучше всех, самое лучшее. Все наши вести карстеров и болельщики молодцы. Победы им желаем. Как тут поддерживать и как на трибунах ваше настроение? Хорошее, все поддерживают, молодцы. Кричат там мальчишки, вообще супер. Чего пожелать? Силы, выносливости, мужества. Не сдаваться, идти до конца. Вон мы пока берем. Сдаваться наши футболисты были не намерены. На протяжении всего второго тайма к своим воротам соперника они не подпускали. А вот голы в ворота вымпела летали периодически. К концу основного времени счет на табло был 6-1. Игра прошла в рамках первенства Нижегородской области по футболу «Молодежная лига». За победу борются 12 команд. «Молодежная лига» проходит впервые. Очень нужное и полезное нововведение. Своеобразный мост из юношеского футбола во взрослый, считает тренер Алексей Серебров. Переход от детско-юношеского футбола во взрослый спорт, он должен быть плавным и иметь через игровую практику, через соревновательную. Поэтому это дебютная лига Нижегородской области. Все команды интересны, потому что это в каждой команде в своей остались люди, действительно фанаты и уровни, мастерства проходных команд. Точно здесь нету. Каждая игра на зубах. Причем уже достаточно. Все команды показывают такой интересный, насыщенный взрослый футбол. В завершении игры обязательный ритуал – поддержка тех ребят, которые из-за травмы не могут играть. Эту победу команда «Икара» посвятила Львуши Балину и Егору Кудашову. «Либиб! Ура! Либиб! Ура! Либиб! Ура!» Проект «Либерти воркаут» начался с друзей-единомышленников, которые болели уличным спортом и регулярно собирались на тренировки на турниках. Потом пришла идея создать в городе сообщество воркаута, чтобы объединить всех любителей спортсменов. В октябре прошлого года инициативная группа официально зарегистрировала себя как Федерация воркаута «Либерти воркаут». Суть нашей Федерации заключается в том, чтобы продвинуть воркаут и калистенику. По сути, одно и то же, но с небольшими нюансами. В массы показать людям, насколько это зрелищный вид спорта. По этому виду спорта устраивается масса соревнований. Атлеты уже побывали на соревнованиях по воркауту в Кулебаках. Показали себя на городском мероприятии «Атомный воркаут» и даже провели собственные соревнования «Дворовая физика». Сейчас ребята проводят уличные тренировки на турниках для всех желающих. Специального оборудования не нужно. Все упражнения выполняются собственным весом. Даже если вы не знакомы с воркаутом, опытные спортсмены помогут вам освоить базовые элементы. Мы всегда рады новичкам. Мы поможем в тренировке базы, то есть в подготовке к более сложным элементам. Это просто общая физическая подготовка. На наших тренировках мы развиваем силу, выносливость и стараемся научить, выучить новые элементы для связок. Если вы думаете, что упражнения на турниках и брусьях не для девушек, то ошибаетесь. Участники «Либерти воркаут» готовы подобрать комплекс упражнений и для представителей с прекрасного пола, направленный на жиросжигание и тонус тела. Совместные тренировки – отличная мотивация. Среди единомышленников и опытных наставников можно получить поддержку и ценные советы. Воркаут для меня стал три года назад реально как образ жизни. Я приехал из Томска, и там очень много студентов в этом виде развивается. И всегда тренить с ними было как особой мотивацией, когда ты смотришь, что кто-то умеет что-то лучше тебя, и у тебя начинает получаться лучше, ты стремишься. Так вот набрался опыта с ними, приехал сюда. Тут многие берут с меня примеры. «Либерти воркаут» проводит тренировки на спортивной площадке для воркаута на стадионе «Икар» и в детском парке на улице Сосина. Занятия будут проходить во вторник и четверг в 18 часов, в воскресенье в 15 часов, до тех пор, пока держится теплая погода. Из-за дождей тренировки могут отменить. Всю актуальную информацию смотрите в группе «Либерти воркаут» ВКонтакте.